Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Аронец. И сегодня я вас научу, как создавать свой первый листинг на eBay. То есть выставить первый товар на продажу. Для этого мы заходим на свой аккаунт eBay и переходим на страницу Sell. Но для этого я хочу вам показать, что мы должны сделать. Мы должны подготовить тот нужный товар, который мы будем ставить на продажу. Переходим на Amazon. Я уже здесь подготовила товар, чтобы не задерживать. Вы можете поискать здесь в разных разделах. Единственное, что не забывайте, пожалуйста, посмотрите в нашем кабинете. Есть PDF-файл, где выставлены те товары, которые нам нельзя продавать. Их там небольшое количество. Электроника и другие, асессуары, телефоны и так дальше. Мы не можем продавать, если мы еще начинающие продавцы. Вот, все остальное можем. Так, я ведь здесь в поиске написала, скажем, еще принадлежности кухни. И нашла очень любопытный товар, йогуртмейкер. Мне он понравился. Цена тоже очень хорошая. 39 долларов, то есть практически 40. Это выше 35, что означает, что мы имеем фри-шиппинг. То есть бесплатную доставку. И очень хорошие отзывы, много отзывов позитивных. И это очень хорошо сказывается на продаже товара. Итак, что мы делаем? Мы копируем данный титул, идем на eBay. Как видите, его здесь есть много и по разным ценам. Но я хочу увидеть все-таки те, которые уже проданы. Солт, листинг нажимаем. И вот видим данные йогуртмейкеры. То есть машинка для производства автоматического йогурта. Уже продана, скажем, за разную сумму. Кто себе какую хотел, такую выставлял приблизительно. Здесь на данной странице мы можем видеть полную характеристику. Если нам нужно будет, мы можем отсюда взять. И теперь можем приступить, в принципе, к выставлению продажи. Итак, идем на наш eBay. И заходим в раздел Sell. Если вам трудно, то я могу перевести на русский язык. Нажимаем продавать. Затем продаю сам первую планочку. Продаем сами. Потому что есть еще автоматическая продажа от eBay для вас, если вы будете за это платить деньги. И здесь нам нужно вставить наше название. Итак, вставляем титул и Get Started. Нажимаем начинать. Вот. Можете это все переводить на русский язык. Пожалуйста, если вам сложно. В данный момент мы должны выбрать категорию. Знайте, что если вы выбираете одну категорию, то это бесплатно. Если вы уже поставите птичку на вторую, то будете платить 0.30 центов за каждую категорию, которая вам будет помогать. И нажимаем продолжить. На следующей странице у нас есть выбор сделать побольше листинг. То есть больше туда вставить или совсем маленький. Но мы, конечно, будем профессионалы, поэтому выбираем первый вариант, Go, нажимаем. И вот наши настройки, которые нам нужно заполнить. Все правильно. Не бойтесь, если вам кажется на первый раз, что это очень страшно. Нет, это первый раз, второй. Потом вы к этому привыкнете и будете уже автоматически это все заполнять очень быстро. Итак, что мы здесь ставим? Могу перевести на русский язык опять, чтобы вам было легче приблизительно. Название можем оставить, можем поменять. Если вы можете придумать лучшее название, то можете, пожалуйста, немножечко менять. Также мы будем обучаться этому и в компании Infinii. Делать более привлекательные названия, улучшать фотографии, описание и некоторые тонкости. Также по поиску товара более ходового, по лучшим ценам. Все этому вы всему научитесь. Но для начала мы все делаем, как так сказать, копипейст. Итак, состояние. Новое, если товар новый. Если поддержанный, кто-то может выставлять свои какие-то товары личные, можете сюда выставлять, что, например, используемые или еще что-то. Так, итак, мы можем нажать и добавить несколько фотографий. Где же нам взять эти фотографии? Вы не бойтесь, вы можете их очень легко скачать на том же Амазоне. Например, на этой странице, где мы с вами были. Нажимаем на фото. И смотрите, здесь вы можете очень легко копировать. Нажимаете правой мышкой сохранить картинку как. Перед этим, конечно, выбирайте себе папочку, чтобы не путались. Я, например, себе сделала Амазон фото и назвала йогурт мейкер. И в эту папочку я вот эти как раз себе копировала. Видите, уже собрала несколько фотографий. Вот, поэтому сейчас вот название и нажимаете сохранить. Значит, что я еще не сохранила. Вот эту, сейчас я вам покажу, очень красивая. Сохранить как. И можете оставлять такое название, а можете добавить что-нибудь. Я обычно добавляю или меняю название, или хотя бы одну-две буквы, цифры. Это уже как новая фотография идет, а не как дубликация просто старая. Итак, сохраняю все красивые фото и загружаю на свой компьютер. Все, здесь закрываю, перехожу опять сюда, нажимаю и нажимаю выбрать фотографии. И как раз в этой папочке Амазон фото йогурт мейкер у меня вот эти все фотографии. Сначала загружаю ту, которую я хочу, чтобы она была у меня главной. Она выходит на этом месте и затем продолжаю грузить остальные. Можем так, по одной грузить. Могу все вместе. Вот этих у меня две оказалось. Значит, будьте внимательны. Возможно, я сделала повтор. Так. Вот это очень красиво я тоже беру. И дальше. В принципе, можно и все выбрать сразу, да. И они все сразу загрузятся. Если эти две одинаковые, то их можно удалить. Можно переставить местами. Видите? Вот. Можно вот так вот удалить и оставить вот эти. Так. Жду последнюю, чтобы она загрузилась. И все. Финиш. Вот наши красивые фотографии загрузились. И теперь продолжаем дальше. Итак, здесь нам нужно вставить правильный штрих-код или бар-коуд. Где его брать? Его тоже можно взять на этой характеристике. Вот, скажем, где он. Он здесь не добавлен. Видно, человек не знал. Или забыл. Или пропустил. Вот. Ну, это не страшно. Мы копируем отсюда. Заходим на очень хороший сайт UPS-item DB и вставляем сюда прямо название. И нажимаем Enter. Искать. И смотрите уже. У меня готовый штрих-код. Причем мой. Уникальный. Я ставлю его сюда. Вставляю. Дальше. Тип. Тип Frozen Yogurt Чайник здесь переводится. Итак, вы можете себе переводить это на русский, чтобы понять. Но я буду пока писать на английском. Потому что так более мне понятно, что требует система. Итак. Теперь нужно выбрать тип Frozen Yogurt Maker Brand Так. Какой у нас бренд? Бренд. Опять смотрим, чтобы правильно написать Европузин. Отлично. Значит копирую отсюда. Вставляю туда. Или еще здесь списки. Не вижу в списке. Могу вставить. Ок. Если так далеко, значит делаем вот так. Так. Что тут еще? У нас есть модель. Идем сюда. Выставляем модель. Model. Модель. Дальше. Color. У нас white. Белый. Power. Так. Что мы еще можем тут white. Number of cups. Значит сколько там кружечек? У нас 6. Что еще мы можем тут найти? Ну и больше ничего такого особенного тут не написано. MPN есть у нас этот MPN номер. Нету тоже. Это фактурный номер. Обычно он бывает, но если даже нет, то не страшно. Вот. Обязательно там, где звездочки, как всегда, заполняем. does not apply, то есть не представлен. И страна производитель. Если мы ее видим, то мы можем ее вставить. Ищем. Европузин, ну это наверное у нас как раз греческое, потому что название греческое я видела и Mykonos это Греция. Выставляем, если не знаем, то ничего не выставляем. Дальше что еще? Power, Capacity. Ну и в принципе все. Дальше description, описание. Описание мы идем сюда и вот это вот копируем. И копируем вот это описание. Вставляем сюда. Если нам все нравится, оставляем как есть. Если нам что-то не нравится, мы можем сделать более четко, более жирно, поменять местами и так дальше. Можем сделать посрединке, например, или вернуть обратно, потому что здесь точки, или убрать точки. раз есть точки, значит вернем. Все. Это не очень принципиально, но описание должно быть дальше. Fixed Primes и Action. Action это если вы на аукцион выставляете и тогда вы начинаете стартовать с такой-то цены и идет как бы лот, продажа лота и цена повышается. Но у нас обычно на товары из Амазона фиксированная цена. Поэтому нажимаем на Fixed Price зафиксированная цена и выставляем какую же цену мы хотим выставить. Если здесь у нас 39.75 если у нас там цена 39.75 а эту за сколько продали за 35 за 57 мы видели мы можем что-то среднее за 48 скажем долларов и дальше количество одно значит дальше мы выставляем количество дней сколько вы хотите чтобы этот товар был выставлен на Эбэе нам например можете 7 5 10 но рекомендуемые 30 дней то есть на месяц мы ставим и все хорошо следим когда он будет продаваться дальше у нас тут Эбэй просит если мы хотим пожертвования дать это не надо нам не обязательно мы здесь продавцы и так потом проверяем Payment тут должен быть ваш PayPal и ваш email PayPal PayPal Shipping у нас обязательно птичку ставим что Free Shipping идет бесплатная доставка и за сколько дней то есть выставляем рекомендуемые 3 бизнес дня на протяжении 3 дней мы должны послать клиенту товар дальше здесь если хотите выставляете вес и так дальше так вот это место очень важно здесь вы должны исключить те страны в которые вы не будете посылать данный товар и так мы нажимаем все исключить все везде ставим птички и нажимаем Apply то есть мы не будем посылать в Европу и в некоторые страны здесь вы можете поменять ваш индекс если у вас тут была ваша страна Россия Украина другая страна и вы хотите выставить американский адрес значит ищите в интернете там есть индекс любой индекс Америки любого штата выставляете здесь нажимаете Apply и вам автоматически система выдаст где вы в каком штате находитесь это нужно для того чтобы клиент видел что вы допустим из Америки продавец как бы более легко покупают американцы у своих американцев так здесь мы оставляем то что у нас есть или выставляем нужные расстройки то есть здесь должно быть выставлено что вы 14 дней даете возможность возврата вот здесь выставляете Change Your Retain Policy ставите точку выставляете в течение какого времени покупатель может вернуть товар если ему не нравится выставляем 14 дней это рекомендуется дальше MoneyBug так деньги возвращаются Pair и тут вы можете поставить что вы ничего не берете а можете 10% обычно рекомендуется 10% за то что он удержал и нажимаете Save и здесь в конце мы будем выставлять то что нам рекомендует компания что мы не будем продавать именно на эти страны только на 48 штатов именно то что вам показалось здесь когда мы делали исключение некоторых стран если вы на Англию продаете значит тут у вас будет написано что продаете только на Англию так все проверяем все у нас правильно и нажимаем Continue и в принципе на этом мы практически закончили наш первый лист нажимаем List your item еще раз то есть опубликовать и вам пишет Congratulations you did again item listed for sale так вас поздравляет ваш первый товар уже выставлен на продажу для этого первый раз у вас потребуется верификация через телефон вот вам посылают код можете нажать text message и вам пошлют номерной код на ваш телефон который вы указывали на Paypal вот вставляем сюда код подтверждаем и все хорошо наш товар уже выставлен на продажу мы можем его проверить вот здесь selling если зайдем то увидим вот пожалуйста наш товар здесь стоит и ждет своего покупателя и так поздравляем вас с первым вашим выставленным товаром и желаю чтобы у вас все продавалось очень быстро и очень прибыльно